Вот и давайте проверим, погнали! Привет-привет, с вами Ровимашинец и ваш привычный голос за кадром. Итак, чем же наше внимание привлек этот фэтбайк от китайского производителя под названием Love Freedom? На самом деле нам и давно было интересно, что это за техника такая, ведь помимо впечатляющего внешнего вида, заявляются интереснейшие характеристики. Судите сами, полный привод на двух электромоторах по 500 ватт каждый и специальная конструкция рамы и колес. За счет этого, опять же, по заявлению производителя этот фэтбайк вполне уверенно себя чувствует на бездорожье, а зимой на снегу и льду. И все это, между прочим, за вполне разумные 60 000 рублей. Вот поэтому нам жутко интересно попробовать, что покажет на практике эта техника в условиях льда и снега, и мы благодарим магазин моторчик.рф за любезно предоставленный для наших испытаний фэтбайк. Ребята продают и обслуживают эту технику, устраивают тест-драйвы и их райдер сегодня покажет нам на что способен этот аппарат, но для начала быстренько смотрим основные ТТХ. Итак, спереди и сзади оборудованы два редукторных мотора по 500 ватт, а за их работу отвечает пара контроллеров по одному на каждый мотор. Литиевый аккумулятор на 48 вольт и емкостью 10 ампер часов. Аккумулятор легко и быстро снимается для удобства зарядки, но в то же время оборудован замком, чтобы его не унесли за время вашего отсутствия. Также есть шкала запаса заряда и USB вход для подзарядки любых гаджетов. В общем, все очень продумано, что радует. За уверенное движение по снегу и льду отвечает широкая резина с агрессивным протектором, да к тому же еще на шипах. Колеса кстати можно стравливать для особо засадных мест. Управление простейшее, на одной ручке две кнопки включения моторов, кнопка режимов работы, кнопка света, сигнал, на другой рукоятка газа и информационный дисплей. Свет кстати очень порадовал, стоит шикарная фара, днем все ее преимущества оценить сложно, но ночью она позволит чувствовать себя весьма уверенно. И наконец даже есть противоугонная система с дистанционным пультом и даже с режимом поиска, все по-взрослому. Очень кстати будет для тех, кто катается по городу и вынужден периодически оставлять байк без присмотра. Ну что ж, попробуем проехаться. Сразу скажу, мы были весьма впечатлены тем, как едет этот футбайк. Для испытаний у нас были идеальные условия – рыхый, мокрый снег и чистый лед. И в этих условиях байк ведет себя очень уверенно. Поначалу мы боялись, что райдер вот-вот навернется, но нет, он носился по льду на приличных скоростях, не испытывая ни малейших проблем. Кстати, здесь есть возможность подключать разные режимы работы трансмиссии – можно включить оба мотора сразу или задействовать их по отдельности. Таким образом, двигаясь в сложных условиях, вы можете включить полный привод. В этом режиме футбайк ведет себя очень уверенно и предсказуемо. Либо можно отключать один из моторов, когда в этом нет необходимости, например, при движении по асфальту, чтобы добиться максимальной экономии батареи, а следовательно и максимального пробега. Ну и никто не запрещает вам пользоваться обычными педальками. Между прочим, здесь оборудован весьма достойный механизм с машинкой Shimano. Конечно, весит футбайк 27 кг, что побольше, чем обычный велик, да и накат на моторах, конечно, чуть похуже, чем на велосипеде, но ездить на одних лишь педалях вполне реально. Так что футбайк не превратится в недвижимость, даже если аккумулятор высадится на 100%. В общем, первые впечатления очень и очень приятные, но как всегда мне не терпелось попробовать технику самому. Ну что сказать, поначалу конечно было страшновато ехать по снегу и льду, но байк держит дорогу просто изумительно, практически как по асфальту. К управлению привыкаешь мгновенно, на ручку газоаппарат откликается очень бодро, даже реагируя пробуксовкой колес на излишне резкий поворот рукоятки. Я конечно не рискнул разгоняться, как наш райдер, зацепты конечно отменные, но все-таки понимание того, что под тобой так сказать галимый лед, сдерживало мою жажду скорости. По ровной поверхности ехать очень комфортно. Единственное показалось, что байк жестковат при движении по пересеченной местности, но это не удивительно, задней амортизации ведь нету, хотя передняя вилка на амортах. В целом же мне очень понравилось, я даже не ожидал таких впечатлений, честно говоря, ведь в итоге мы имеем действительно полноценный зимний байк. Беру. А теперь еще немного конкретных тестов. Для начала наш райдер попробовал попрыгать по ступенькам и подобным препятствиям. Весьма не дурно, но нужно понимать, что это конечно же не стандбайк, и ожидать от него какого-то бешеного спарта не стоит точно. Передняя вилка отыгрывает как надо, зад жесткий, но стоя преодолевать препятствия реальные. Затем мы нашли довольно крутую горку, чтобы попробовать на нее заехать с ходу, но без помощи педалей. Как видите фэтбайк с этой задачей справляется довольно уверенно. Но все-таки при обычном использовании не поленитесь помогать байку педальками, так как это пиковые нагрузки на батарею и она высаживается в такие моменты очень быстро. Далее мы нашли самые скользкие участки трассы с чистым льдом, по которым даже ходить было довольно трудно. Но даже на таком льду фэтбайк едет все так же уверенно, да и оттормаживается успешно. Конечно шипованная резина для таких условий просто незаменимая вещь. Кстати в стандартной комплектации может идти и летняя резина без шипов, так что обращайте на это внимание, если дойдет дело до покупки. Ну что ж, а теперь попробуем поездить по целине, вне тропинок, прямо по пересеченной местности покрытой нетронутым снегом. Глубина снега правда не очень большая, но сантиметров 10 примерно есть. Снег кстати мокрый и липкий, честно говоря перед тем как начать наши тесты я опасался что они закончатся ничем. Я был практически уверен, что снег налипнет и забьет весь протектор, превратив колеса в два больших кома и на том собственно дело и кончится. Но на мое удивление с этим проблем не было вообще, снег вообще не прилипал и как видите футбайк едет по пересеченке и еще как едет. Полный привод, электротяга, большие широкие колеса, агрессивный протектор – все это играет свою роль и на выходе мы получаем прямо таки вездеход а не байк. Кстати если предстоит долгий перегон вне дорог, то колеса даже можно немного стравить, это добавит мягкости хода а также увеличит плитного контакта с грунтом, обеспечив надежный зацеп. В какой-то момент мне даже захотелось устроить батл фэтбайк против какого-нибудь мотовездехода а-ля Тарусь. Не знаю как вам, а мне было бы очень интересно глянуть такое сравнение. По паспорту максималка составляет 45 км в час. На соже получалось примерно 40 км в час, но нужно учесть что это на морозе, когда работа батареи не так эффективна. На этих кадрах 32-33 км в час, но это мы снимали уже на изрядно подсевшем аккумуляторе, так что в общем максимальная скорость примерно равняется паспортным данным. В заключение надо коснуться темы по запасу хода. Опять же по паспорту он заставляет 50 км. Довольно не дурно, не так ли? Но нужно учитывать, что это пробег в идеальных условиях по ровной местности летом и по асфальту. У нас же сегодня условия были максимально стрессовые для батарей. Мороз, постоянные резкие ускорения, подъема, пересеченная местность, снег – все это очень влияет на работу аккумулятора. Поэтому за 5 часов съемок мы высадили 2 батареи практически полностью. Но на удивление аккумуляторы оказались довольно живучими. Опять же я думал будет хуже, учитывая довольно скромную стоимость фэтбайка. Напоминаю, его цена 60 тысяч рублей. К тому же по рассказам реального владельца летом и по асфальту пробег действительно соответствует паспортным данным, а если заменить штатный аккумулятор на более продвинутый, то можно увеличить запас хода вплоть до 200 км на одной зарядке.